итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скубер и мы продолжаем проходить гран туризма 3 аспек прошлой серии мы с вами взяли лицензию класса а ну а в этой мы все-таки поездим на нашей машине на нашей мx 5 и пойдем и наверное с вами так прежде чем проходить нам надо ее немножко прокачать нашу мяту нам надо купить нам понадобится коробка передач настраиваемая для следующего чемпионата потому что там будет трасса так вот она полностью гоночная полностью настраиваемая коробка передач берем ее там будет тест курс опять и и там будут уже сложность то что машина машины там более мощные и удерживать нам сзади их не получится утыкаться ограничитель так и надо еще зайти в двигатель и чего-нибудь здесь перекупить так вот почему то я думал что гоночная выхлопная система куплена нет не куплена она так ладно берем тогда вот четыре с половиной тысячи стоит у нас как раз еще хватает и у нас уже агрегат довольно серьезно становится 264 лошадки это вам не просто так это уже серьезный агрегат так ну ладно идем теперь в нашу начальную лигу и заходим в турбовый чемпионат и кстати здесь здесь смотрите что здесь есть здесь спешил стейдж рут 11 наконец-таки возвращается великая и очень ужасная трасса хорошим смыслом так но сначала мы с вами сюда и вот видите вторая так мидфилд в обраточку проедемся тут уже соперники такие муж серьезные так стройки настройки настройки можно зайти и немножко коробку передач так 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 коробку передач таким нехитрым способом чуть-чуть ее вот на середину поставить чтобы она у нас была такая и выдавала довольно неплохую максималку и чтобы разгонялась не теряла при этом сильно разгон так ну и все на тест курсе мы ее еще больше вытянем сначала мидфилд шлифует-то кошмарики тэшечка аудюшечка так 200сx пиратик купе пускай что так счета туда уж канебала вперед очень круто знаете бочину так так на выходах из медленных поворотах поворотов наша мх5 уже так нервно себя ведет довольно таки таких вот среднескоростных все еще в порядке но вот из медленных уже начинает капризничать прямо ее в занос так и подрывает надо уже ее прям контролить хорошо ну почти так сказать почти 300 но не 300 еще конечно лошадей но так что у нас тут такое ой е поднимаем хорошо что-то я так не понял что вы делаете что-то что-то иностранное что-то иностранное что-то иностранное а, ГТО, вы гляньте-ка ну что себе ну, значит, наша в таких скоростных связках тоже, кстати говоря ну, в общем мы на мх5 в принципе, да начало игры полностью на этой машине поэтому ее можно наоборот, кстати подкачать еще я там изначально говорил что наоборот не стоит ее качать но как раз таки как раз таки нет так как мы уже с ней свелись единое целое практически прикипели друг к другу надо ее уже прокачивать тогда ну, может не до самого максимума но подвесочку до ей притарить стоит гоночную что скорость уже смотрите под 200 набираем и она уже даже и в скоростных поворотах немножко ее ведет не хватает устойчивости надо короче развивать машину планомерненько вот какое время равна 27555 так окей первая победа есть 5000 так 25000 по-моему на подвеску не хватит подвеска там она дорогая зараза что-то 1017 по-моему стоит ладно сейчас тогда еще тест-курс проедем тест-курсик так не забыть растянуть коробку подрастянуть так заходим к нашим механикам ну, ребятки настройте-ка нам на максималочку так вот так наверное переборщить тоже не стоит то она тянуть не будет так ну, ладно пойдет старт стартуем надеюсь не переборщил с коробкой передач с коробкой ну, хватит диктовать поехали уже с 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 Курс стал намного длиннее и в какой-то степени проще. Не помню, я говорил уже или нет. Я считаю, что разработчикам надо было на тест-курсе тут, во-первых, сузить его. Зачем они его таким широким сделали, непонятно. И, во-вторых, каких-нибудь объектов понаставить вдоль трассы. Потому что, смотрите, скорость почти 300, она вообще не ощущается здесь. Потому что трасса очень широкая и нету каких-то мелькающих объектов. Все однотонно, прям как будто по чистому полю ездим. И поэтому чувство скорости теряется. Вы помните, как в первой части, насколько великолепно чувствовалась скорость на тест-курсе? Там прям мелькало все. Потому что там было, ну, он гораздо уже был. И там прям, прям, что-то не было, заборы какие-то. Ну, метки, вот эти опять же, на 100-метровках. Так, только первый круг. 7 секунд уже. Ну, все-таки отстают, отстают. Конечно, я не ожидал, что такая максималка будет, если честно. 285, там, по-моему, было. Да, ну, скорость, конечно, не ощущается совсем. Тут надо уж совсем до бешеных скоростей разогнаться, чтобы, ну, хоть как-то, не знаю, свыше 400, наверное. Потому что тест-курс в четвертой части абсолютно такой же, я помню. И я помню там тоже, когда мы как раз-таки в четвертой части на этой трассе с легкой тестили на скорость максималку. Escudo с GT1 сравнивали. Мы там разгонялись, ой, до 525 км в час. И только тогда оно так более-менее ощущалось, конечно. Ну, там и ветер сильно шумит, как-то это, но, конечно. Вот на этой прямой еще более-менее ощущается, потому что тут вот эти вот расставлены знаки, но тоже не на всей прямой. И, в общем, не знаю, как они могли такой косяк допустить. Знаю же, что скорость ощущается относительно других объектов. Причем близко расположены. Разработчики имеют в виду. Так что вот, раскритиковал ее. Первая критика в адрес Gran Turismo 3. Ну, это скорее общая такая, в адрес просто тест-курса. Как они его сделали? Слишком широким. Так, все вроде бы, да. Так, ну, здесь без проблем, в принципе, выиграли. Да, Skyline-то последний пришел. Действительно, он там ГТС-Тшный. Слабенький. Ни ГТР ни разу. Так, сейчас у нас R11 впереди. Надо не забыть снова о коробке передач. Так, давайте-ка, наверное, знаете, что сделаем. Зайдем. Посмотрим, сколько подвеска стоит. Так, подвеска у нас. Так, вот она, саспендженс сразу. А, у нас куплено полугоночное. Ага, забыл я что-то. Полугоночное куплено. Ну, конечно, гоночное гораздо лучше. Все-таки. Она, блин, пятнашку стоит. На нее уже не хватает. Так, на нее не хватает, да? Что нам можно? Так, первая стадия у нас облегчения куплено. Ну-ка, в двигатель зайдем еще. Так, это мы купили. Компьютер у нас, по-моему, куплен? Ага, нет, компьютер тоже не куплен. Как так? 276. Давайте что, 1000 всего. Еще чуть-чуть качнем. Конечно, ставим. Конечно, прямо сразу. Так, этого нету. Балансировка. Ух ты, и третья стадия есть в движке. Ну-ка, сколько? И она всего 282 лошадки делает. Что-то как-то слабенькое. 65 тысяч. Странно. Ага, это вообще уменьшает. Так, а если в турбину зайти? Так, у нас первая стадия куплена. Всего есть 2, да? Ого, 317. Отлично. Во! Здесь за 12,5 мы получаем почти 50 лошадей. Так, микеркулера нету, ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Пойдет. Купили мы еще компьютер. И поехали на R11 теперь. Так, начальная лига. Посмотрим. Ну, правда, я-то уже знаю, что R11 здесь отличается от той, которая была в первой части. Она здесь не скажу, что легче. Она другая. Изменили вот ту часть, где сложный самый сложный. Ну, это шикарно. Ну, это шикарно было. Ее там чуть-чуть ускорили и заменили целой серией поворотов в тот участок. Так. Ну что, стартуем? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам же говорил, блин. Коробку передач не уменьшил. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь, конечно, это будет плохо. Разгоняться она будет хуже гораздо. Ой, чем могла. Блин, заболтался. Ну, ладно. В принципе, все равно это отчасти вот ту часть трассы, как бы, на R11. Я ее не знаю. Возможно, что с первого раза нам выиграть вообще так не удастся. Да, вот из медленных поворотов, вот о чем я говорил, уже прямо несет. Так. Так. Впереди у нас опять ГТО. Так, и вот она, вот этот участок. Вот, по идее, сейчас должны были быть эти две шиканы. Но первая часть она есть, как бы, да. Но она очень скоростная стала. И вот прямой там этой заменили. Вот этого поворота там не было. Вот такая медленная шикана. Там вот этот, вот, по-моему, этого поворота не было. И вот, как бы, вот здесь мы выезжаем на старую часть трассы. Вход в туннель. Так. Ух ты, блин. Что, быстрее входите? Кстати, поворот этот в туннеле тоже изменился. Он не был таким медленным. Он был такой, больше средней скоростной. Так, так, что у нас там, Сильвия, где его? Впереди едет ГТО. Так и продолжает. Так, шиканка. Ах ты, блин. Придал дополнительного ускорения. Я же... Чуть не закрутила меня. Так, ну тут сейчас максималка должна дать о себе знать. Но... Да, вот над Сильвиями-то отрываемся. Так, ГТО-ху достаем. Но на медленной части трассы он... А, это не ГТО-ху. Это Скай, что ли? Что, неужто ГТО-овский? Да что к тебе? ГТО-овский Скай, наверное, сюда поставили. Нифига себе. Ну что, вряд ли бы так урупил ГТСТ-шный. Обычный этот, задний приводный. Так, а вот снова это прямое. Ну, конечно, красиво сделано. Тут вот эти вот... Как, колесо это впереди обозрение. Тут все мерцает. Дереви, видите? С лампочками. Прям как Новый год уже. Да, здесь у него ускорение гораздо быстрее. Из медленных поворотов просто... Уделывает. Да что ты, блин, убери свою задницу. Что-то его блазу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну вот главное сейчас на этом отрезке его. Ай-яй-яй-яй, закрутила. Ну что б тебя, а? Еще и Сильвия. Ну, спасибо вообще. Отлично. В последнем повороте закосячился. Блин. Какая-то максималка уже не поможет. Обидно, обидно, обидно. Ну, это все из-за того, что, блин, я коробку передачи не настроил. Ладно, сейчас перезайдем. Хотя можно было, конечно, и так выиграть. Так, выходим. Плохо, что нельзя прям отсюда сразу нажать перезаезд. Так, заходим снова. Еще интересно, что за машину здесь дадут. Дали бы что-нибудь мощное. Полноприводное. Да уж, размечтался. Ну, а чем черт не шутит. Так, заходим. И меняем снова все. Так, где у нас коробка? Ой. Так, на среднее значение. Вот. Ну и вот так, я думаю, будет достаточно. Максималка тоже особо никуда не исчезнет, но зато разгоняться пусть станет пошустрее. В принципе, трасса, в общем-то, довольно-таки медленная. Здесь разгон больше важен, чем топ-спид. Хотя, конечно, вот эта стартовая прямая очень длинная и первый поворот такой скоростной, но в целом трасса скорее больше медленная. А с этими изменениями, по-моему, она еще медленнее стала. Еще замедлили. Да, на измельных поворотах прям так и хочет она развернуться поперек трассы. Ой-ой-ой, как нехорошо ты меня в бочину-то бьешь. Тихо-тихо. Так, кто там бьется? Два Ниссанчика? Скай и Сильвай. А что ж туда первая едет? Так упылило. Так, вот, блядь, вроде что все нормально было. Но все равно занос ушла. Тихо. Тихо. Так, ну что напрягает то, что лидер умчался. Четыре секунды, гтук что ли опять? Непонятно по этому изображению. Так, ну-ка. В ограничитель тут напрямую не уткнемся, надеюсь. Надо оторваться от исследователя и догонять лидера. Ой-ой-ой, вот у меня сейчас нос зачесался и возник как раз-таки вопрос по этому поводу. А что вот когда у пилотов, ну не в моготу, вот нос зачесался, они же еще в шлеме, с забралом закрытым. Чего они делают? Чего они делают? Терпят, наверное, у них, блин. Какие-нибудь тренинги специальные есть, их там какой-нибудь пушинкой щекотят. И они не должны выдержать это мучение. Блин, ну невыносимо чешется, галень. У нас есть читерский метод. Ай, занесло чуть-чуть. Уже подбирался к ней. Да, ГТО-ка, конечно, здесь, я не знаю, то ли она... Посмотрите, как она от всех оторвалась. Я, в принципе, оторвался от тех, кто позади едет. Ну, она от меня еще в два раза больше оторвалась. Кошмарики. Да. В тот раз-то ее не было, был Sky. Сейчас вот ГТО-ка тут встряла. Походу ее прокачали. Читерская машина здесь. Она от всех отрывается. Это как с ГТ-40 во второй части. Одна из чемпионатов. Так, ладно. Хотел сказать, сейчас подвеску возьмем. А денег-то не хватит. Ладно, возьмем не подвеску. Давайте-ка на мощность еще качнемся. Что, раз она мощнее. Так, тюнинговый шоп. Надо добивать. Машину-то дадут нам за это дело. Так, в турбину поставить. На турбину хватит, в принципе. Так, третья нету стадии. Ху-ху, 318 лошадей. Да и ладно, давайте покупаем. Отлично. Деньги есть, берем. Деньги решают все. Поехали. Ну, сейчас-то я думаю, проблем не должно быть. Правда, сейчас другая проблема появится. То, что машина стала еще мощнее. И с этой резины на этой подвеске, ну, не знаю, будет сложновато ее удерживать в поворотах. Ну, надеюсь, мощность компенсирует все эти недостатки. Так. Ну что, стартуем, ладно. А ее сейчас раз и еще больше прокачали. Или вообще какой-нибудь сейчас в турбине ГТ-40 поставят в соперники. Ага. Надо очень четко ее контролить. Прям вырывается из рук. Аккуратненько, в общем, выходить из медленных поворотов. Я, в принципе, до сих пор еще так привыкаю к местной физике. Поэтому на максимуме я ехать-то еще и не могу даже возможности. Потому что не очень понятно, где предел. Ну, чем, в принципе, мощнее машина, тем понятнее, с одной стороны. Да, и она там становится более такой своенравной. Но зато понятно, что от нее ожидать. Она брыкается. Уже как-то больше физику можно по этим всем моментам понять. Так что это нормально. Это даже хорошо. Вот уже понятно, что здесь на выходе из медленных поворотов... Вот именно на выходе причем. В самом повороте жму главное на газ и, в принципе, практически ничего. А вот на выходе прямо начинает сразу срывать. То есть нужно очень аккуратно выход из поворотов готовить. Ну, я так объясняю, если те, кто в группу играть, по-моему, может, поможет. Так, ну, тут уже совсем серьезная скорость. Ну, да, впереди. Допилуха. Причем, действительно, такое впечатление, что ее тоже как-то прокачали. Может, тут как-то особенности диньплея такое, что ты прокачиваешься и машины тоже улучшаются. Потому что я настолько стал мощнее, а еду на равных с ней. Даже она, он, отрывается. Как тогда вообще смогли ее... Ну, зачем было так делать, настолько мощнее одного соперника? Какие-то вообще он в жопе. Да куда тебя, блин? Вот, пережал. Тороплюсь, блин. Да неужели опять не получится выиграть? Да ты че, блин? Ну, здесь действительно, наверное, как-то искусственный интеллект прокачивает вот твою тачку. Еще семь. И лучшее время круга у меня там было 2.19, сейчас 2.16. Но 3 секунды улучшил. И в итоге так победить и не смог. Ох, начинаются проблемки. Так, сейчас мы тогда посмотрим, сколько у нас денег есть. Так, 4 тысячи. Давайте-ка еще раз наведаемся в автомастерскую. Мысля у меня тут проскочила. Купить не только коробку передач, но еще и сцепление, там маховик. То есть, может наша просто коробка передач не все так выдает. Вот, так, вот гоночная полностью. Так, подождите-ка. Вот сцепление. Ах ты, 4 500. Зараза. Так, ну хотя бы купить маховик гоночный. Так, и кардан поставить. Драйпчат. Карбоновый. Надеюсь, поможет немножко. Лучше мощность передавать. Так, что тут у нас? У нас трансмиссия. Электроника разная. Ладно. Ну что, третья попытка. Сейчас-то надо уже выигрывать. Вот тебе и R11 задачку задала. Ну тут скорее даже не R11. Тут соперника, конечно, такого поставили. Прям матерого. Видно, что в ТГТОхо она прям на порядок мощнее всех остальных. Прям. Ладно, поехали. Такую чисто имба-тачку сделали из нее. И так как в первой части NSX, если вы помните, был, тоже такой. Если NSX попадается, то с ним очень сложно бороться. То есть, если он в тачке не прокачанной, он был гораздо лучше по параметрам, чем все остальные. Вот опять вперед вырвался. Вырвалась точнее. Тихо-тихо. Прямо норовит вырваться. Ну вот куда тебе? Она уже же ровно стояла. Ё-моё. Ровно руль стоит уже. Все, из поворота вышел. Нет, начинает куда-то ее колбасить. На выходе из медленных поворотов, за счет того, что она бытовая, она отрывается на выходе. На меня начинает, блин, колбасить. И я не могу реализовать преимущество свое напрямую. Если оно у меня вообще есть, конечно. Преимущество, блин. Тихо-тихо-тихо. Блин, срывает даже таких поворотов. Тут уже резина не справляется. Кошмарно, сколько мы отрываемся от остальных. Так, ну вот, вроде бы. Ай-яй-яй-яй-яй. Да нет же, ну ты че, елки-палки, а? Слишком хотелось ее опередить. Тихо-тихо. Продолжение следует... 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 да из медленных она конечно просто в точку уходит поворотов мне же надо газ время теряю сейчас напрямую это я вырвусь, но надолго ли в принципе я вообще первый раз лидирую вообще в этой зонке ну на хрен отстанет конечно вот у там где там идет Блин, до самого конца будем биться. Тихо, блин. Судонку без заморочек прошел. Да ё-моё. Спокойно. Нет. Выскочила все-таки. Не, ну здесь-то у меня преимущество, блин. Хух. Кошмарики. Вы бы знали, насколько я напряженно ехал всю гонку. Это жесть. Не, это что-то... Я напоминаю, ребята, этот чемпионат Beginner. Для этого чемпионата лицензия B нужна. Такие заморочки. Я понимаю, что если бы там один из последних чемпионатов был, это неинтересно, конечно. Но, блин, на уровне Beginner, мне что-то кажется, это какой-то здесь баг. Не должно быть. Вы гляньте, насколько мы это всех отрываемся. То есть здесь разница между остальными соперниками и вот этой ГТО-хой тут просто колоссальная. Фух. Да. Вот это да. Я серьезно не ожидал, что такое вообще тут возможно. Это, конечно, небольшой прям сюрприз, но такое бывало уже до этого. Ну, блин, действительно неожиданно. Так, ладно. Выходим. Сейчас же машину должны дать. Ну, давайте тогда что-нибудь мощное четырехводовое, ребята. Вау! Ну, я почти это имел ввиду, конечно. Мощь. Вы гляньте только. Какая мощь в самом только виде этого агрегата. Ох. Да. Слушай, надеюсь на тебе хоть можно в лайтвейче будет поездить, а? Да. Спасибо. Бились мы, ребята, за что это такое? Да и хад сколько-нибудь мира. Да. Да. Лицензия Б нужна для этого чемпионатика. Самый бигинер уровень. Нифига себе тут битва. Так. Нет, это Ярисы. Что, думал, в Ярисах можно на ней поехать. Так. Сейчас проверим. Ехать уже не будем. Сейчас это самое. Закончим. Все. Я сейчас возьму просто эту машину. Посмотрим, что это. Да, это Deihatsu. Название-то гляньте какое-то. Cure TRXX Avanzato R. Кошмар. Да. Любят японцы. Простые названия. Так. Сейчас посмотрим, пускают ли нас в лайтвейч. На ней. Так. Информация. Да. Rule Supply. Подходим мы. Ну, ладно. Тогда в следующей серии. Ее надо будет прокачать. По-любому. Хуже тоже. Не самый первый первый чемпионатик. Так. А лицензия для него нужна? Нет. Без лицензии. Но все равно. Здесь, походу, совсем не прокаченные машины. Были только вот здесь. В воскресном кубке. И все. Чисто полностью. Стоковые. Сделал остальных. Там уже. Хоть небольшая прокачка, но идет. Так. Ладно. Сейчас. Домой вернемся. Засейваемся. Так. Сохраняемся. Последние штрихи. В этой серии. Сохранение-то какое быстрое. Вы гляньте. Вообще. Блин. Почему на PS3 так все медленно? Ну и все. Давайте на этом попрощаемся. Спасибо огромное, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Комментируйте. Подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх. Ну и с вами, как всегда, был Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся в следующей серии.